Фильмы, рекомендованные к просмотру детям до 14 лет вместе с родителями. Любителям покурить кальян посвящается. Попал в нашу клинику по скорой помощи, то есть в очень тяжелом состоянии. Рестораторы против антитабачников. Чем закончится многолетнее противостояние? Рестораны могут потерять по 30% споевыручек. Это деньги, деньги, деньги. Как выбрать табак и где курить кальян запрещено. Кальян очень хорошо походит, там напитки различные, чинь, но никак не алкоголь. Мы нашли ответ на вопрос, есть ли в кальянах смертельно опасные бактерии. Наше специальное расследование. Главное для чего использовали первые кальяны – курение наркотиков. Прибор придумали древние индусы, изготавливали его из дерева и кокосового ореха. Но курили в то время не ароматизированный табак, а гашиш. Кокос делили пополам, значит, и в эти ячейки ложили гашиш. И вот из бамбука делали палочку и таким образом, значит, выкуривали гашиш у себя. Постепенно был модернизирован. И в арабском мире он уже появился в виде, значит, такой вот колбы и трубки. Это уже турки впоследствии его модернизировали до того вида, как мы видим сейчас. Устройство совершенствуется и дорабатывается и в наши дни. Теперь оно выглядит вот так. Колба для жидкости, чаще всего стеклянная. Шахта, где дым смешивается с парами. Чаша для табака и шланг, через который человек вдыхает кальянный дым. Раньше люди курили кальяны, использовали кальяны из обычных металлов. И понятное дело, что когда они соприкасаются с водой, они со временем ржавеют. Аксессуары и трубки были ненадлежащего качества. Они были выполнены либо из бумаги, либо из обычной какой-либо резины. Сейчас, конечно, все это производство вышло на новый уровень. Силиконовые трубки, по заверению производителя, они выполнены из медицинского силикона. То есть они хорошо моются, хорошо смываются. А сами мундштуки, они выполнены также из нержавеющей стали или чистого боросиликатного стекла. Азиз Нурмухамедов – энтузиаст казахстанской кальянной индустрии. Он основатель собственного лейбла, владелец магазина и дегустационного зала в Алматы. Азиз даже пытался наладить выпуск кальянной продукции отечественного производства. Но не выдержал конкуренции с изготовителями из Германии и России. Как ни странно, лучшие кальяны производят не на Востоке, а в Западной Европе. Стоимость такого аппарата – около 80 тысяч тенге. Из цельного бруска выточенная шахта остальная. Говорит о том, что в момент курения, когда дым проходит через шахту, у вас нигде на стыках он не оседает. Делают ли эти достижения кальянной индустрии курение менее опасным? Возможно. Но говорить о том, что это безвредно, как утверждают некоторые поклонники кальянов, в корне неверно. Всемирная организация здравоохранения дает на эти вопросы однозначные ответы. Дым кальяна токсичен, содержит канцерогены, у курильщиков наблюдается повышение кровяного давления и нарушение функций легких. Плюс к этому курение табака через кальян вызывает привыкание и не является безвредной альтернативой сигаретам. Сама смесь кальяна нагревается где-то до 600 градусов Цельсия. То при затягивании одного сеанса выкуривания кальяна, примерно 45 минут составляет, то фактически это вред от выкуривания одной пачки сигарет. Получается, равноценный такой же риск для здоровья. Второй риск – это то, что, значит, помимо вреда угарный газ содержится, но мы выявляли его в составе этих смесей и токсические элементы. То есть это и кадмий там есть, и свинец есть, и полипропиленгликоль. Пищевые добавки какие-то есть, которые вызывают привыкание к этим смесям. Канцерогены – не единственные опасные вещества, выделяющиеся при сжигании угля и табака. В ходе курения кальяна, в среднем это 100 вдохов за вечер, в легкие попадают колоссальные объемы угарного газа, что становится причиной кислородного голодания. Это вызывает нарушение функций всех без исключения органов, в том числе и головного мозга. При этом уровень угарного газа в легких любителей кальянов в два раза выше, чем у курильщиков сигарет. Это было обнаружено в ходе специальных скрининговых исследований. Человек, который выкуривает кальян, испытывает на себе определенные ощущения. Такое легкое эйфорию, головокружение. Вот такое. За счет чего? Почему-то все думают, что это может быть за счет каких-то ароматических добавок, может быть, там, никотина. На самом деле эти симптомы обуславливают действие, именно токсическое действие на мозг угарного газа. Поэтому человек, который накануне покурил кальян, на следующий день может испытывать симптомы головной боль, головокружение, тошноту, раздражительность, нарушение сна. Но и это еще не все. По информации Всемирной организации здравоохранения, курение кальяна напрямую связано с долгосрочными, неблагоприятными последствиями для здоровья. Это рак легких, ротовой полости, пищевода, желудка и мочевого пузыря. Возможны связи курения кальяна с инсультами, мужским бесплодием и даже нарушением психического здоровья. Молодой человек, 28 лет, который обратился с жалобами на кашель с мокротой и затруднение дыхания. Когда была сделана компьютерная томограмма легких, мы обнаружили нарушение бронхиальной проходимости. То есть бронхи были чем-то забиты. Мы не могли понять, что там. И когда сделали больному бронхоскопию, то выяснилось, что это рак легких, рак бронха. У больного был опухолью закрыт второй сегментарный бронх. И одновременно шестой сегментарный бронх. То есть рак с двойной локализацией. Изанамнеза выяснилось, что этот молодой человек в течение трех лет работал раскуриванием кальяна. То есть он раскуривал кальян для посетителей. И вот через три года такой экспозиции возник рак легких, причем с двойной локализацией. Но сейчас этого пациента уже нет с нами. Первыми изучать воздействие курения кальяна на организм человека начали на Ближнем Востоке. Врачи в арабских странах обеспокоились низкой продолжительностью жизни мужского населения. И это при их высоком уровне медицины. В ходе тщательных исследований выяснилось, главная причина этому – массовая увлеченность ближневосточных мужчин кальянами. Впервые в 2013 году мы узнали, что кальян является особо опасным табачным изделием. По каким же причинам? Но раз в кальяне за основу берется табачная кальяная смесь, то, конечно же, в состав ее входит никотин. Вопрос только в каком количестве. На сегодняшний день мы точно знаем, что содержание никотина в одной сигарете составляет примерно от 0,36 мг до 2,5 мг. В кальяне же этот диапазон очень большой. Примерно где-то от 1,5 мг и до 40 мг в одной кальяной сессии. Известно, что смертельная доза никотина для человека составляет 80 мг. В 2013 году кальяны в нашей стране стали иконой моды и символом высокого статуса. Произошло массивное внедрение этого устройства в нашу культуру. Кальяны считались лучшим подарком и были в каждом уважающем себя заведении. Нас убеждали, что никакого вреда в них нет. В табаке якобы не содержится никотина и опасных веществ. Только фруктовые ароматы. Несмотря на это, 14 марта 2013 года курение кальяна в пунктах общественного питания и других местах массового скопления людей запретили. В нашем распоряжении оказалась копия того самого документа, подписанного главным государственным санитарным врачом Казахстана. По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы курительных трубок, кальяных жидкостей и их емкостей, исходной курительной смеси, исследованных на объектах общественного питания и других мест курения кальяна, на территории республики установлено наличие кишечной и синегнойной палочек, золотистого стафилокока, дрожжей, грибков в смывах, высокое содержание токсических элементов в курительных смесях, что подтверждает об их потенциальной опасности для здоровья человека. Кальян – это инфекционная бомба. Это инфекционный резервуар. Это резервуар для всех видов инфекций – бактерий, вирусы, грибки. Обнаруженные микроорганизмы очень агрессивны, представляют серьезную опасность для человека и могут вызывать пневмонию и тяжелые бронхиты. Антитабачники называют это новым видом эпидемии. Они делали смывы и соскобы непосредственно со стеклянной колбы и сливы, сливали с жидкостью, которая там есть. Когда они через некоторое время посеяли, они просто даже не ожидали, что там вырастет. Там был ковер, там был ковер, начиная от синегнойной палочки с ярко выраженным синий-березовым цветом, заканчивая, значит, золотистым стафилококком желтого цвета и кишечной палочкой весь спектр кишечных бактерий красного цвета. В поисках вредоносных бактерий мы провели собственный эксперимент. В интернете нашли объявление о сдаче в аренду кальяна. Договорились с поставщиком, назначили встречу и сделали контрольную закупку. Это теневой бизнес, который находится вне поля зрения санитарных врачей. Кальяны и табак неизвестного происхождения берем на свой страх и риск. Доброволец, согласившийся нам помочь, курил кальян в течение двух часов. После этого доставили аппарат в специальную лабораторию, где его тщательно изучили. Эксперты сделали посевы с четырех точек. С места соединения шланга с колбой, где, по данным санитарных врачей, может быть наибольшее количество бактерий, смут штука, шахты из промывных вод и сколбы. О результатах эксперимента расскажем чуть позже. Конечно же, возникает вполне себе резонный вопрос. Если есть запрет на курение кальяна в общественных местах, так почему же он не действует? Почему в кафе, ресторанах, барах и клубах продолжают продавать, а посетители курить? Пытаемся ответить на этот вопрос в ходе совместного рейта полиции и общественников. В первом баре с говорящим названием от кальянного дыма слезятся глаза и першит в горле. Условия антисанитарные. В колбах помутневшая вода, шланги беспорядочно висят на холодильнике. И это все на виду у посетителей. Но их, похоже, такая обстановка совсем не смущает. В этом баре оштрафовали и клиентов за курение в общественном месте, и заведение за то, что предоставляют такую услугу. Наши участковые представляются, кем они являются, по какой причине мы пришли. Если нарушение есть, то физическое лицо обязательно штрафуется, от незнания закона они освобождаются. То есть штрафуется физическое лицо и обязательно с администратора берется объяснительное. По какой причине она берется? По причине той, что на следующий день ресторатор вызывается в ВВД города и района по месту дислокации своего заведения. И там уже составляется протокол административный именно на заведение. Агрессивных администраторов встретили в следующем заведении. Сначала они не хотели пускать полицейских, затем устроили скандал. Я вам еще разрешение не давала. Почему проходитесь, я не могу понять? Потому что вы сейчас уберете все про всю вашу право. Мы выявляем, мы ничего не хотим. Вы подождите пять минут. Мы не можем ждать пять минут. У вас должен быть приказ. Я вам еще раз объясняю. А не препятствуйте 10%. Это караоке у общественников и стражей порядка в черном списке. До этого нарушения здесь находили уже дважды. И вот опять посетители курят кальян. Если у вас в запрете кальян, зачем вы их предоставляете, предлагаете своим гостям? Дайте интервью кальянам. У нас разрешено. У нас не разрешены сигареты. Ну, а мы здесь и не курили сигареты. Почему так? Курят, они у нас все гости знают, что можно курить. Нет, хорошо, а значит кальяна, что у вас есть? Нет, вот только что нам сказали, что мы еще кальяна. Да, я правильно говорю? Да, правильно вы говорите. В чем проблема? Вопрос не решили, на посетителей составили административный протокол. Руководителей заведения на следующий день пригласили в полицию. Такие рейды регулярно проходят в разных городах Казахстана. Но есть ли от них результат, сказать сложно. В Петропавловске в тот же день проверяли увеселительные заведения с бойцами СОБРа. Там тоже курят кальяны, никого не стесняясь. Сотрудники местной полицейской службы после составления административных протоколов устройство для курения табака изъяли. Еженедельно у нас по городу Петропавловск проходит рейды в мире 5, а по пятеным заведениям мы там выявляем, где кальяны курят. Неоднократно на них уже протокол составляли и неоднократно их предупреждают. Так как вот в данный момент, при проверке они все равно кальяны использовали. На них было составлено на кальянщика административный протокол по 441 части 3 и на клиентов тоже было составлено административный протокол по 441 части 1 курения кальяны. Рестораторы говорят, что терпят от таких запретов колоссальные убытки и просят снять ограничения на курение в общественных местах. И в то же время считают, что постановление главного государственного санитарного врача не имеет законодательной силы. Объясняют это тем, что анализ 12 заведений Астаны, где и были найдены палочки из тахилококий, недостаточно объективен. Предлагают проверить больше ресторанов и в других городах Казахстана. Если данный вид деятельности будет регулируемым, будет лицензируемым, я думаю, это будет правильно и удобно для ресторанов. Поскольку в случае тотального запрета кальянов рестораны могут потерять до 30% своей выручки. Естественно, в данном секторе кроме этого работает порядка 20 тысяч человек. Они опять же останутся без работы. Умархан Оксигбаев один из главных оппонентов ресторатора в Машелисе. Он давно выступает за полный законодательный запрет на курение кальянов в пунктах общественного питания. Поэтому новость о просьбе рестораторов снять ограничения воспринял с нескрываемым раздражением. Удивляет, насколько у нас могут быть бизнесмены безграмотными и антинародными. Вы знаете, это по-настоящему антинародный их призыв. Они выступают против своих же граждан, против тех же своих клиентов. Здравомыслящие рестораторы, они, наверное, прежде всего должны думать о повышении своего сервисного обслуживания, о качестве своих оказываемых услуг, о качестве подаваемых блюд. Об этом они должны говорить. Вот прежде всего пусть они дадут такое меню, которым народ туда валил бы и не выходил бы с его ресторана. Вот первое, что они на есть у них, путь развития их ресторанного бизнеса. А не то, что сейчас им открой кальян, открой курил. По информации депутата, 13% казахстанских детей до 14 лет хотя бы однажды курили кальян. Естественно, делали они это не у себя дома. Получается, рестораторы закрывают глаза на возраст юных любителей подымить. Ну или предпринимателям, сдающим кальяны в аренду, все равно, лишь бы деньги платили. Я боюсь, что в этих табаках есть и наркотики, которые привязывают человека к этому. Я его не изучал, не могу сказать, и у меня нет доказательств тому. Но я подозреваю, потому что на Востоке всегда туда добавляли, вы знаете, гашиш. Мы, если этот законопроект примем, естественно, за ним последуют и меры. Сперва мы предусмотрим административные меры. Если кто-то нарушил, естественно, будем штрафовать. И наверняка это мы будем уже в законе административных правонарушений, адмокодексе это закладывать. Ну и в последующем, если, наверное, надо, если грубые нарушения, почему бы не ввести определенную уголовную ответственность? Арестан Байменов в кальянном бизнесе работает несколько лет. Он, как и большинство таких предпринимателей, в ресторане не числится, а лишь арендует у них небольшой угол, где кальян забивают и раскуривают. Считает себя добросовестным бизнесменом. Говорит, что несовершеннолетним дынить не разрешают, а сами устройства тщательно обрабатывают, поэтому опасных микроорганизмов там нет. Запрет, я однозначно отношусь отрицательно, так как по моему опыту не было случаев с плохим исходом, то, чтобы человеку стало плохо именно от кальяна, то, что повредило как-то серьезное его здоровье. По кальяну могу сказать, есть определенные места, где именно нацелены на кальяны, то есть это кальяны. Есть и рестораны, где стоят кальяны. Допустим, мы используем отдельные помещения, в основном отдельные комнаты, где именно курят люди кальяны. Ну, в самом заведении даже прописано, то есть, что есть в самом заведении кальяны. Человек даже, если он не курит, но он знает то, что там заведение продает кальяны, и он осознанно, я так думаю, идет к этому. Немытый после предыдущего клиента кальян – это то же самое, если бы вам в ресторане принесли еду в грязной тарелке. Только в отличие от столовой посуды, проверить, действительно ли кальян тщательно помыли, сложнее. Поэтому остается лишь надеяться на добросовестность и чистоплотность кальянщика. В противном случае есть риск, что именно в вашем шланге или мунштуке окажется синегнойная палочка и золотистый стафилококк. Конечно же, я не советую, если вы уже заказали кальян, курить его там 5-10 человек, чтобы курили этот кальян. Кальян – это персональная вещь, я считаю. То есть максимум для двух человек. И по поводу различных несанитарных норм, это как раз-таки говорит о том, что люди чаще всего заказывают один кальян на десятерых человек. По поводу трубок, то здесь я считаю, что в заведениях для гостя должно предоставляться два выбора. То есть либо силиконовый шланг, потому что там есть некие определенные нюансы, либо одноразовый шланг, который он может купить, тут же покурить, тут же его выкинуть. Но силиконовые шланги они так же моются. Ну и если вы все-таки никотинозависимый человек, регулярно курите кальян и не собираетесь отказываться от этой привычки, то делайте это только в проверенных специализированных заведениях, где следят за чистотой и предлагают хороший табак. Иначе плачевных последствий для вашего здоровья не избежать. Мы не рекламируем, не пропагандируем, естественно, курение. Но если человек уже курит, то совет покупай более что-то качественное, лучше, чем на барахолке, в другом рынке непонятного качества. На сегодняшний день у нас в веселительных заведениях, в ресторанах предоставляется весь комплекс услуг. То есть вы можете прийти покушать и полноценную еду, мясо, стейк. Тут же вы можете выпить алкоголь и тут же покурить кальян. Культура кальяна курения, так скажем, она не предполагает в принципе еду первоначально. То есть, по сути, когда человек курит, кушать-то в принципе не сильно-то хочется. То есть культура кальяна курения, она говорит о том, что человек приходит именно в кальяну, проводит здесь минут 40 час, в принципе, и идет дальше по своим делам. Вернемся к нашему эксперименту. Арендованный по объявлению в интернете кальян мы отвезли в специальную лабораторию в Алматы. Там эксперты сделали посевы с четырех точек. С места соединения шланга с колбой, с мульштука, шахты из промывных вод из колбы. Ни в одном из образцов опасных микроорганизмов обнаружено не было. Такие результаты еще раз подтверждают необходимость масштабных исследований казахстанских кальянных. Заодно не мешало бы проверить наличие санитарных книжек, да и здоровье самих кальянщиков. Это в основном студенты, ребята, которые подрабатывают в вечернее время. У них, естественно, никакой санитарной книжки нет. Это теневой бизнес. В теневом бизнесе свои правила. В теневом бизнесе тебе дают налом деньги, и, пожалуйста, иди работай легкими. Раскуривай для другого человека кальян. Они работают своими легкими, они расплачиваются своими легкими. Я знаю нескольких кальянщиков, молодых ребят, которые сейчас вообще напрочь не курят кальян, потому что они так надышались. И многие из них имели проблемы. Чтобы развеять в молодежной среде миф о том, что кальян не опасен для здоровья и приносит одно лишь удовольствие, в Алматы действует передвижная антитабачная выставка, где школьники и студенты могут, не стесняясь, задать все интересующие их вопросы и увидеть, во что могут превратиться легкие курильщика. Если вы никогда не пробовали курить табак через кальян, лучше и не начинать. Для тех, кто не может отказаться от этой привычки, нужно всерьез задуматься о своем здоровье. Пора завязывать. Ну или хотя бы курить пореже и поменьше.